всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень вкусный и сытный закусочный торт салат из крекеров и сардины смотрите видео салат прост приготовление а получается очень очень вкусный для закусочного торта салата из крекеров нам понадобятся следующие продукты крекер соленый круглый 200 грамм сыр российский 75 грамм консерва сардина в масле 1 штука 1 луковица 1 зубок чеснока зелень для украшения 3 вареных яйца перемазывать салат будем майонезом у меня домашний майонез с домашнего яйца готовится две минуты майонез очень вкусный рецепт есть на канале будет ссылочки под видео а также будем мариновать одну луковицу заливаю ее кипятком а потом уксус добавляют и сахар сразу же приступаем к луковице мелко и и нарезаем если вы хотите в салатике острый лук вы добавляете больше уксуса если вы не любите остренький лук вы можете вовсе его не добавлять или меньше добавлять просто лук залить кипятком уйдет лишняя горечь и вы посмотрите насколько лук приобретают новый вкус салатики и совсем он там не лишний некоторые не любят не кладут но поверьте лук в салате это всегда вкусно если правильно его приготовить так выкладываю небольшую тарелочку нарезанный лук заливаем лук кипятком для того чтобы ушла лишняя горечь заливи теперь добавляем сахар где-то пол столовой ложки я добавляю и добавляем уксус и оставляем мариноваться пока мы займемся подготовкой других продуктов теперь мы натираем на крупной терке сыр перекладываем сыр тарелочку и сюда сыру мы добавляем чеснок 1 зубок будет достаточно чеснока если большой то не до конца выдавливаем чеснок придаст пикантности в салатике я не до конца выдавила у меня большой зубок теперь займемся вареными яйцами значит так надо разделить просто мы еще будем украшать яйцами и в слой у нас один будут идти яйца полтора яйца для украшения будет достаточно и полтора яйца для слоя сейчас мы отдельно натираем на мелкой терке желтки вообще их можно раскрошить вилочкой теперь на мелкой терке натираем белки только белки которые мы будем использовать для украшения этот закусочный тортик получается очень сытным и не займет его приготовление у вас много времени а красивая подача только поднимет аппетит и всем захочется его попробовать тем более когда вы скажете что там еще что-то есть интересное внутри это крекер он очень гармонирует с продуктами и вкусный получается салат ну и полтора яйца мы натираем на обычной крупной терке это у нас будет идти как прослойка в салате вместе белки желтками все вместе вот наша сардина в масле достаем ее в тарелочку и разминаем вилкой все как обычно мы делаем немножечко масла добавляем чтобы было не сухо не люблю когда сухой слой рыбы у нас и так он не будет сухой все достаточно теперь можно собирать закусочный торт салат берем большое блюдо вот у меня такое есть от бабушки досталось и выкладываем 4 5 6 7 8 такой цветочек думаю достаточно внутрь выкладываем тоже крекер если надо поломаем главное чтобы форма цветочка сохранялась это наш первый слой теперь мы делаем тоненькую сеточку с майонеза теперь мы выкладываем слой яиц когда только начинаем выкладывать этот тортик очень аккуратно потом уже когда один за другим слоем легче будет выкладывать делаем сеточку с майонеза вот так аккуратненько дальше у нас идет слой рыбы хорошо равномерно раскладываем по цветочку теперь выкладываем сверху маринованный лук его совсем немножко нужно он будет хрустящий сладенький теперь берем снова майонез и покрываем вы видите насколько удобно пользоваться кондитерским мешком очень было бы неудобно вам ложкой расправлять наверное даже не так красиво не получилось и аккуратно за ложкой бы тянулся весь салат вы бы мучились с этим всем так следующий слой у нас крекер он тут цветочку делаем до повторяем это серединка здесь у нас дальше немножечко совсем немножко для скрепления майонеза достаточно теперь выкладываем сыр с чесноком пахнет кто конечно не любит чеснок может не ложить но как бы в этом салате он не лишний я вам скажу делаем сеточку с майонезом теперь следующий слой последний слой крекера крекер конечно лучше брат соленый ну а теперь последний штрих да нам нужно украсить салатик и чтобы белки и желтки хорошо прикрепились нам нужно вот смазать майонезом наши лепесточки значит лепесточки у нас будут беленькими это такая тонкая работа но совсем не сложная просто равномерно разложить белок по краю ну и серединка нашего закусочного тортика будет желтенькой ярко-желтой я думаю вам понравилось оформление салатика я старалась возможно кто-то возьмет на заметочку и приготовит дома такой вкуснятин с такой красивой подачи а также сейчас добавим зелени вот здесь между нашими лепесточками оживим салатик вот такой закусочный торт салат из крекеров у меня получился подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была ира и канал готовим с любовью приятного вам всем аппетита до новых встреч пока пока